Увидеть редчайших представителей морской фауны отныне можно очень далеко от моря. В российской столице открылся Москвариум, центр океанографии. Крупнейший в Европе и единственный в мире, работающий круглый год. Таким образом, Москва поддерживает звание порта пяти морей. В комплексе можно увидеть без малого 10 тысяч видов водяных обитателей. От ярких тропических рыбешек до акулы знаменитого русского сетра. Нина Кононюк заглянула в аквариумы. Познакомиться с морской и пресноводной фауной от озера Байкал до Галапагостских островов, от испанских фьордов до Большого барьерного рифа, от Гренландии до Камчатки, теперь стало возможным в России. В Золотоглавой открылся центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Он включает в себя 80 аквариумов, где проживают свыше 7 тысяч разных морских животных, в том числе более 350 видов рыб, моллюсков и членостоногих. Океанариум стал самым большим в Европе, а его особенностью является то, что он располагается в сотнях километрах от морей и океанов. Для того, чтобы имитировать естественную среду обитания жителей морской стихии, было использовано около 700 тонн морской соли, а для сохранения ее нужной концентрации в воде океанариуму ежемесячно будет требоваться еще около 80 тонн белого золота. Концепция проекта «Москвариум» не имеет аналогов в России и в Европе. Сложнейший комплекс океанариума и морского научно-исследовательского центра построен вдали от морского побережья. «Москвариум» разделен на три зоны. Первая зона – это непосредственно сами аквариумы. Здесь представлены обитатели теплых водоемов и холодных, а также пресноводные и морские животные. Помещения экспозиции декорированы соответствующим образом, чтобы все посетители от мала до велика смогли с головой окунуться в столь разнообразный и захватывающий дух подводный мир. Характер экспозиции поддерживается и декорированием наших потолков. В зоне холодного обитания это льдинки на нашем потолке, и далее по экспозиции это кувшинки, либо макеты животных в натуральную величину, которых ни один гигантский аквариум, к сожалению, не сможет поместить. Завершают первую зону океанариума экспозиция рифов и открытый бассейн с морскими звездами, разнообразными рычками и даже скатами. Здесь гости москвариума имеют возможность не только посмотреть на них, но и взять в руки, рассмотреть и изучить обитателей подводных глубин вблизи. Вторую зону центра можно охарактеризовать как научно-познавательную. Тут находится зрительный зал на 2300 мест, где проводятся обучающие программы, представления с трехмерными проекциями и, конечно же, водные шоу. Главные артисты, киты-косатки, белухи, моржи и дельфины. А вот третья зона москвариума откроется только в конце этого года. Это центр плавания с дельфинами, состоящий из семи бассейнов, специально предназначенных для занятий. Он станет первым в России крупным центром плавания с забавными млекопитающими. К слову, океанариум уже полюбился москвичам и гостям столицы. Только в первый день новую достопримечательность посетили 14 тысяч человек. И, похоже, никто не остался равнодушным. Отмечу, что в стенах москвариума можно полюбоваться и подводными обитателями, занесенными в Красную книгу Российской Федерации. Например, вырезубом, сомом, русским и амурским осетром, стерлядью и даже байкальской нерпой. Кроме того, в океанариуме будут проходить исследования и наблюдения за жизнью животных в условиях, приближенных к естественной среде их обитания, а также научно-познавательные семинары и конференции. Нина Кононюк. Вокруг планеты.